Сергей Федорович, откуда всё это? Это вся та продукция, которая предполагается заменит тот импорт из Европы, о котором многие так тоскуют. И вы видите качество этого продовольствия. Это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Турция, Иран. Мы, к сожалению, очень много забыли, многие из нас забыли вкус этого продовольствия, этих продуктов. Я-то помню ещё со времён своей юности, а вот мои дети уже не знают. И, может быть, сейчас как раз настало время, когда мы наконец-таки будем питаться хорошими продуктами и вспомним вкус продуктов нашей молодости. То есть санкции нам не страшны, я правильно понимаю? Санкции нам не только не страшны, они нам помогут. Я думаю, Владимир Владимирович своим решением подарил всем россиянам по несколько лет жизни. Потому что надо понимать, что те фрукты и овощи, которые идут из Европы, вследствие индицификации производства, вследствие очень мощного использования различных химических препаратов, они, конечно, ну скажем так, если они не опасны, то они очень малополезны, к сожалению. Это не потому, что кто-то плохой, кто-то хороший. Просто Европа, конечно, обладает ограниченным количеством земельных угодий. Они пытаются насытить рынок потребления, который растёт. И для этого надо использовать всё более и более интенсивные технологии. Индицификация производства в сельском хозяйстве не приводила к ничему хорошему. Поэтому мы с вами действительно последние годы, особенно в торговых сетях, замечаем, что те фрукты и овощи, которые мы с вами едим, они, ну, безвкусные, они, скажем так, зачастую вызывают аллергию, особенно у детей. И это всё происходит не потому, что кто-то привёз нам плохие фрукты и овощи, а потому, что просто других нет. Сергей Фёдорович, я вижу, что вы облачены в халат. Да, я только что вернулся из Таджикистана. Я провёл там три дня, вёл переговоры с председателем Верхней Палаты Таджийского парламента, вёл переговоры с губернатором Душанбинской области, Сагдайской области. Это области, которые являются, ну, основными производителями фруктов и овощей. Вот в Сагдайской области, например, 300 видов абрикосов, десятки видов винограда, овощей. Причём по ряду позиций у них, они получают два урожая в год. К сожалению, пока импорт в Россию очень невелик, всего лишь там около 200 тысяч тонн. Хотя уже сейчас Таджикистан, например, если взять эту отдельную республику, готов увеличить до миллиона тонн, то есть в разы. Если взять эмбарго на яблоки и Польши, это примерно 750 тысяч тонн, то, в общем-то, один Таджикистан готов закрыть эту позицию. И, конечно, качество их продукции, потому что оно произрастает в естественных условиях, без применения, практически без применения удобрений, конечно, это качество, оно на порядке выше любого продукта, который производится в интенсивной технологии. Ну, то есть уже какие-то договорённости о поставках предварительные есть? Уже пойдут первые партии. Я уже сегодня разговаривал с руководителем Россельхознадзора господином Данкертом. Они поддерживают инициативу. Это инициатива Валентины Ивановны Матвиенко. Она ещё в январе была в Таджикистане с визитом. И уже тогда были намечены пути по расширению товарооборота с Таджикистаном. Поэтому сейчас Россельхознадзор проработает систему мер для того, чтобы облегчить оформление и приёмку грузов из Таджикистана. Надеюсь, и таможня нам поможет для того, чтобы ускорить эти процедуры, потому что скороподчатые продукты требуют быстрого оформления. И продукция уже на следующей неделе пойдёт. Больше того, с ответным визитом обе палаты парламента Таджикистана приезжают 17 октября в Россию, в Совет Федерации. И я надеюсь, к этому сроку есть договорённость с губернатором области, Московской области, Андреевич Воробьёвым, о открытии павильона таджикских продуктов в Московской области. Потому что уже более года по его решению, по решению губернатора Московской области, реализуется программа создания цивилизованных оптовых рынков в Московской области. Уже первый открыт в Северном Домодедово, он был открыт в апреле. Это по-настоящему цивилизованный, организованный оптовый рынок. И вот эти продукты, которые вы здесь видите, они как раз были взяты с этого рынка. Кому они уже представлены. Но пока это всё партии единичные. А я надеюсь, что скоро пойдёт поток уже такой промышленный. Тем более, вы знаете, Российскознадзор в среду едет в Турцию. Турция тоже готова достаточно сильно увеличить объём поставки продукции. Но там в основном будет мясо птицы и молочная продукция. Соответственно, я думаю, достаточно быстро мы сможем заменить ту продукцию, которая не будет поступать из Европы, на продукцию Юго-Восточной Азии. Вот вы сами сказали, что продукция скоро портящаяся. Ведь её нужно как-то хранить в России. Есть ли у нас в России такие складские помещения специальные? Тут вообще все страны идут по двум путям. Создают у себя хранение и создают хранение на местах сбора. Чтобы продукцию не держать, например, в Подмосковье, она может храниться в том же Таджикистане и по мере необходимости поставляться в Россию. Вот, я надеюсь, первый опыт будет реализован. Я ездил не один, а вез группу инвесторов, которые готовы в Таджикистане построить четыре торговых распределительных центра, каждый по 20 тысяч тонн хранения, для того, чтобы собирать, обрабатывать, подрабатывать продукцию и уже в готовом виде отсылать её в Россию и Московскую область в частности. Эта же группа инвесторов сейчас создаёт такие же оптовые базы, крупные оптовые базы под Петербургом, Нижнем Новгороде и Ростове. То есть центральная Россия в большинстве своём будет обеспечена продукцией из Таджикистана? У меня дело в чём, вы, наверное, знаете, что я был совместно с Яровой и Орловой автором закона о регулировании торговой деятельности. Вы помните, сколько было в отношении этого закона? Какое сильное было противодействие? Более трёх лет этот закон мы делали. И когда мы работали с торговыми сетями, нас постоянно обвиняли в том, что мы не профессионалы, мы делаем закон, который, исходя из дилетантской логики, понимания работы торговых сетей и так далее. Хотя закон у нас, хоть как бы в кавычках мы были дилетанты в этом, у нас получилось очень профессионально. И это сейчас уже признают все. И он не ухудшил действия торговых сетей, как мы видим, из того, что они после этого развиваются по 25% в год. Но, тем не менее, мы в тот момент около двух лет занимались изучением деятельности торговых сетей в Европе и в Америке. Вот я лично посетил очень много стран, изучал эту деятельность, и я понял проблему, которая существует в России. На сегодняшний день во всем мире не существует прямых поставок от производителя к торговым сетям. То есть они как бы существуют, но это не основная практика. Всегда существует крупный оптовый распределительный центр, через который производитель реализует свою продукцию, не только торговая сеть. Сейчас мы пришли к чему? У нас есть производитель торговой сети. Торговые сети всегда будут экономически сильнее производителя. Они мощнее, они обладают монопольным правом и так далее. А в Европе вот эти оптовые распределительные центры, они как раз помогают урегулировать эту монопольную силу торговых сетей и разобщенность производителей. То есть производители как бы на этих оптовых площадках, они объединяются и могут уже выступать единым фронтом. К сожалению, у нас таких площадок нет. Если взять ту же Германию, только крупных площадок 52, а средних и мелких больше 200. Вы, наверное, слышали о крупнейшем таком рынке под Парижем, Ранжис он называется, да? Более, около 280 гектар, где, в общем, представлены все товары на продуктовой линейке. Вот исходя из этого опыта, мы понимаем, что надо создавать подобные центры оптовые, чтобы они являлись таким мощным, скажем так, центром, где производитель и средний, и мелкий, и крупный может найти своего потребителя. Какая практика сложилась сейчас в мире и в Европе? Что на этих торговых центрах производитель может реализовать свою продукцию 30% сетям, 30% это хоре, как называемые рестораны, кафе, отели, и 30% переработчики. То есть у производителя получается маневр. Он может, если он не договорился с торговой сети, продать свою продукцию в другое место. Плюс эти оптовые крупные центры, они позволяют определить на это как бы такие товарные биржи. То есть определяется еще и цена. В перспективе эти центры становятся еще и заказчиками. То есть уже на этих центрах формируется заказ на следующий год, и производителю, чтобы он не производил то, что он не сможет продать, формируется заказ, то есть примерно объем того или иного инфраструктуры товара, и примерно формируется цена. То есть это реально получается такая продовольственная биржа. К сожалению, мы уничтожили, причем это все очень похоже на нашу потребку операцию, только в развитом состоянии. То есть то, что мы забыли с вами 25 лет назад, а в Советском Союзе потребка операции очень активно развивалась, европейцы развили, и сейчас пришли к такой ситуации. В 2012 году Минсельхоз принял программу создания сети сельскохозяйственных оптовых продовольственных рынков. К сожалению, бюджетного наполнения эта программа не получила, и сейчас нам надо рассчитывать только на инвестиции частных компаний. Сейчас появились ряд частных компаний, которые готовы инвестировать в эту программу. Тут встает сразу проблема законотворчества. Во всем мире данные центры имеют статус сельхозпроизводителя, потому что все прекрасно понимают, что без создания такой площадки сельское хозяйство становится слишком незащищённым и не может реализовать достойную свою продукцию. К сожалению, у нас в России даже крупные перерабатывающие организации не являются сельхозпроизводителями. Им не имеют статус сельхозпроизводителя, соответственно, не имеют те льготы и тех позиций, которые имеет сельхозпроизводитель. Поэтому наша задача – придать подобным площадкам статус сельхозпроизводителя. Второе. Торговые сети. Почему мы пришли к такой ситуации? Наверное, последние два-три дня каждый из вас был в магазине, увидел, как оскудели полки наших супермаркетов. Проблема в чем. В 2010 году, когда у нас с вами была засуха, если вы помните, и были перебои поставок плодовочной продукции, торговые сети попробовали сами заниматься импортом фруктов и овощей. Им настолько это понравилось, что они, в общем-то, создали крупные импортные компании, стали крупнейшими импортерами. И, соответственно, получилось так, что если они становятся крупными импортерами, то нашему российскому производителю вообще невозможно попасть на площадки супермаркетов. Он просто выпадает из этой цепочки. Плюс надо понимать еще что, почему у нас многие компании работают с импортом. Очень хороший способ увода денег из страны. Все поставки практически идут через офшоры, цена закупки реального производителя никому не известна. Вводить денег можно бесконечно. И все будет законно. Поэтому, по-видимому, наши торговые сети постоянно показывают, что они чуть ли не в убытке. При такой финансовой схеме не всегда будут в убытке. Потому что вся прибыль остается за границей. Причем совершенно легально. И на сегодняшний день, что мы с вами имеем? Торговые сети разучились работать с нашими производителями. Они разучились работать с производителями Средней Азии, потому что среднеазиатские производители, конечно, не обладают такими технологиями в объеме логистики, упаковки, транспортировки, формирования крупных товарных партий и так далее. То есть остались только европейские или американские поставщики. Они могут обеспечивать эти партии. К сожалению, критерий качества при таком подходе вообще выпадает из интересов торговых сетей. Вы просто не существуете. И существует только стандартная цена и лёжескость, так называемая, ну так и сохранность и простота реализации. Но если польские яблоки хранятся до года. Вы представляете, что у вас в желудке, когда вы это съедаете? Если кожура может год храниться на открытом воздухе. Переварить это невозможно. А вот эти вот фрукты, да, неделю. Неделю лежат, дальше потом тяжело, да? И вот этот вот персик. Но он вкусный, он полезный. Если ребёнок съест, лучше ребёнок съест один такой перчик, чем десять из магазина. Поэтому следующая задача, и, я считаю, сайт федерации и парламента России, это издать закон, по которому торговым сетям запрещено заниматься импортными операциями, импортно-экспортными операциями. Во всём мире это запрещено торговым сетям. В Америке сажают, дают реальный срок. Наши сети сейчас опять начнут кричать о либеральном рынке, о том, что мы ничего не знаем, ведём себя как крестьяне. Да, мы крестьяне, мы аграрная великая страна. И смешно, что когда вдруг что-то закрыли, все начинают говорить, что у нас будет чуть ли не голод. Это просто выглядит как в комиксе. И хотя я, конечно, в национальном халате таджишском, я привёз фрукты, сейчас здесь не российские, это не говорит о том, что нет наших российских фруктов вообще. Они есть, их очень много. Но беда в том, что даже на этих распредцентрах пока этих фруктов нет. Их просто нет. Потому что мы в последние годы вообще перестали заботиться об овощах, фруктах России. Мы помогали мясу птице, свинине, говядине. Да, это большое спасибо. Молоку, растеневодству, зерну. Ну потому что был экспорт большой. Это выгодно. Овощи, фрукты, что является основным в рационе питания нормального человека, мы вообще забыли про них. Больше того, у нас программа развития садоводства в России год назад мясикозом была сокращена в пять раз. создание питомников и субсидирование по выкорчевке старых садов в семь раз. То есть мы все делали для того, чтобы у нас не было своих фруктов и овощей. И тем не менее у нас есть большой объем. Сейчас как раз наступает сезон сбора урожая. У нас есть наши российские вкусные яблоки. Они, может быть, не такие красивые, не такие глянцево-высковые, как европейские, но они действительно полезные. Да, торгом сетям сложнее с ними работать, потому что они не лежат. Надкусанное яблоко наше российское не лежит месяц и как бы ничего с ним не делается. Оно начинает краснеть, окисляться и через сутки уже испортится. С ним сложнее работать. Но если с ним начать работать, то он будет приносить тем же торговым сетям немалую выгоду, потому что стоимость наших яблок, она очень низкая. Но, к сожалению, мы отдали наш рынок, особенно плодовощной, на откуп торговым сетям. Я не говорю, что они плохие. Просто знаете, как акула в море, если ее запустить в садок с рыбой, она будет жрать, пока не умрет от передоедания. Вот торговые сети – это те же акулы. Они будут пытаться максимально извлекать пимель, выжимать в любой ситуации. И это нормально. Только государство должно их ограничивать в их алчности, чтобы торговые сети работали в интересах страны. – Ну, то есть, соответственно, вопрос теперь еще и за законодателями. Вы должны поддержать фермерские хозяйства? – Обязательно. Как только парламент начнет работать в сентябре, мы выйдем с инициативой, я надеюсь, нас поддерживают и коллеги из Государственной Думы, мы выйдем с инициативой, о которой я говорил. Это придание статуса оптовоспительных центров, статуса сельхозпроизводителя и переработчикам продукции в том числе. Потому что я вам сказал, что нет наших продуктов на этих рынках. Знаете, почему нет? У нас средние и малые фермеры. Они не могут сформировать товарную партию, которая может поставить фуру и отвезти на тот же рынок даже. Я же не говорю про торговую сеть. Но нет у них таких центров. Во всем мире это делается за счет государства. Ну, например, в Польше они кичатся своим судоводством. Вы знаете, какие там субсидии? До 75 процентов себестоимость у них по холодильникам компенсируется государством. 75 процентов. Вот средний холодильник, допустим, стоит миллион евро. Ну, такой небольшой для использования несколькими фермерами. Вот 75 процентов дает государство. Понятно, что они создали огромную сеть холодильников. Средние и малые емкости как раз для того, чтобы фермеры и средние производители могли туда складывать свою продукцию. Поэтому они могут ее сохранять около года. У нас же все ложится на плечи без всяких субсидий, с дикими кредитами, с огромными ставками на плечи наших сельхозпроизводителей, садоводов. Так в тех же западных садоводах, с их пресловутой карликово-шпарлерной этой системы, знаете, когда такой кусок палки торчит, а на нем яблоки, чтобы легко было убирать. Ну, соответственно, понимаете, что такое на этом вырастет. Так как механическая обработка, шкура должна быть толстая, чтобы не повредить при механической сборке. Так как быстрый рост, надо очень много давать удобрений. 35 обработок за течение сезона выращивания у этих садов. 35. Причем две из них обработки переуборкой, чтобы сохранить, увеличить лёжкость и сохранность. В России не больше 10-11 раз. И запрещено перед уборкой обрабатывать чем-либо. И получается смешная ситуация. Те яблоки в Европе, которые можно обрабатывать при уборке, к нам можно завозить, а российскому производителю, чтобы свои яблоки, они дольше сохранялись на прилавках, их купила та же торговая сеть, нельзя делать. То есть мы как специально уничтожали собственное производство плодов. Как специально. И, кстати, вот я начал говорить о том, что сократили в 7 раз программу развития питомников и выкорчевки старых садов. Так 10 лет эта программа работала, и мы довели до полутора миллионов саженцев в год. А теперь эти сады, которые с таким трудом восстановили, теперь их опять уничтожают. Потому что денег на их содержание нет. И плюс уничтожили субсидии на покупку посадочного материала для садоводов. Соответственно, у них нет денег купить эти саженцы. И очень хорошо, что у нас произошла эта ситуация. Но мне бы хотелось, чтобы она продолжилась в какой степени? Надо всё-таки выявить тех вредителей, которые довели нас до такого состояния, и всё-таки их наказать. Уж в крайнем случае уволить с работы. Они же занимают высокие посты. Вот хоть кто-нибудь сказал, что вот Иванов Иван Иванович виноват в том, что у нас в России были уничтожены за 10 лет столько только садов. Или уничтожены посевные площади картофеля. Мы с картофелем дошли до чего, до полутора миллионов тонн заводим в год. Хотя буквально 10 лет назад ввозили всего лишь 50 тысяч тонн. У нас, когда Россельскостный отзор в связи с санитарными рисками перекрыл ввод семян картофеля из Голландии, у нас все картофелеводы ходили с просьбами открыть, потому что 50% семян голландские картофеля. Я понимаю, что мы решаем очень много задач перед страной строит. И нельзя все решить сразу. Но давайте хотя бы говорить о проблемах. Кто-нибудь из вас слышал от меселькоза проблему семян картофеля? Ну вот вы журналисты. Кто-нибудь слышал? Никто. А проблем саженцев? Никто. А питомников? Никто. А выкорчевки садов? Никто. На прошлой неделе это все? Ну вот на прошлой неделе, потому что приспичило. А до этого, это же все происходило же годами. Никто же не говорил. Только бедные садоводы к нам ходили и просили, помогите нам хоть немного. Нам не надо, как в Европе. Когда средняя себестоимость яблока, килограмма яблок в районе 20 рублей, она, кстати, примерно похожа, если на шпалерно-карликовое производство и у нас тоже развивать, так только из этих 20 рублей в России 1 рубль в лучшем случае субсидируют, а в Европе 12. А потом, говорят, конкурируйте с яблоками из Европы. Вы плохо работаете. У нас, кстати, есть чиновники в месельхозе, которые приезжают, например, в мою Курганскую область, на просьбы наших крестьян, сказали, а что вы жалуетесь? Вы работать не умеете. Они сказали людям, которые руки мозолистые, которые не спят и которые провели всю свою жизнь на поле и которые просто любят эту землю. Потому что работают так, как они работают и практически зачастую в убыток, ни один бы этот чиновник не стал бы никогда в жизнь, ему в голову бы это не пришло. А другой чиновник, например, месельхоза на съезде фермеров России в этом году сказал, что вообще не будет фермерства. Будут только агрохолдинги. Это в нашей огромной стране. Вы представляете, будут одни агрохолдинги. А что вам населять? Мы с вами приемли сюда. Кто там будет? Кого мы там увидим? И самое страшное, что мы не понимаем, что вот мы, наверное, вы все за рубежом бываете, вы умиряетесь красивым лужайкам, чистым лесам и так далее, да? Даже болотцем. Болотце выглядит красиво. Только вы знаете, например, в той же Германии существует особая субсидия на содержание неудобий. То есть, если на территории фермерского хозяйства находится овражек, лощинка, болотца, солончак или там выход песка на поверхность, то ему за это платят, чтобы он это содержал в нормальном состоянии. Причем платят до 50 евро. 50 евро за неудобие. А если учесть, что наши субсидии, которые сейчас растерянным выплачивают, теперь перешли на гектарную поддержку, на такой, на мировой, скажем, на мировую технологию поддержки, это в районе там 4-5 евро. Это на пахотные земли. А у них на неудобие 50. А на пахотные земли в Европе в среднем цена субсидий составляет от 220 до 400 евро. И после этого, опять же, нам говорят, давайте конкурируйте, вперед. И потом мы пришли к этой ситуации, и все начинают удивляться, почему вдруг у нас нет того или того. Но, слава Богу, что это произошло все-таки не так. Мы не прошли точку невозврата. Садоводство мы все-таки сохранили. У нас есть более 100 очень крупных, хороших хозяйств, которые, уверен, уже к следующему году смогут увеличить объемы. Я уверен, что мы не будем яблоки и картошку закапывать, как в прошлом году такое было. А все-таки торговые сети найдут технологию поставки к себе в магазины, чтобы наши производители могли их продать. И буквально, я думаю, так как все достаточно быстро умеют сейчас подстраиваться под ситуацию, мы сможем допустить наших фермеров на прилавки торговых сетей, что очень важно. И, конечно, создание таких крупных оптовых центров. Если в Германии их 52, то в России должно быть не менее 200. Исходя из того, что вы сказали, я поняла, что мы должны сейчас благодарить нашего президента за то, что он нам подарил несколько лет жизни. Значит, это произошло благодаря санкциям, которые стал вводить Запад. То есть, в первую очередь, мы должны благодарить Запад за это. – Хороший вопрос. Да, наверное, это совокупность факторов. Ведь то, что Запад ввел санкции, это же деятельность нашего президента в конечном итоге. – Спасибо. – Это его жесткая позиция и умение отстаивать интересы нашей страны. Ведь мы понимаем, что на сегодняшний день никого украины-то не интересует, особенно в Соединенных Штатах Америки. Их интересует, что вдруг Россия стала говорить, что у нее есть собственные экономические и политические интересы и территории. И, кстати, хорошо задали вопрос, я еще хотел одну тему понять. Знаете, я когда пришел в Худжабе на рынок, великолепный рынок, это южная часть Таджикистана, это самая мощная долина, где производят абрикосы. Я надеюсь, в следующем году мы с вами попробуем очень вкусные абрикосы. Так вот, меня увидели торговцы и сказали, ну наконец-таки наши пришли. Они нашими нас считают, вот поверьте. И когда я разговаривал с крестьянами, он говорит, вы нас оттолкнули, а мы же вас считаем старшим братом. Когда вы играете в футбол, мы болеем за вас. Когда вы играете в хоккей, мы болеем за Россию. А получается, что мы пошли в Европу, которая нас не любит, не ждет. И, как мы видим, в общем, достаточно специфика к нам относится. А забыли про прекрасные народы, страны, которые хотят с нами быть вместе, и которые нас нуждаются, и мы в них нуждаемся. Ведь все-таки наши климатические условия, мы же не можем произвести вот такое разнообразие у себя из-за климатических условий. Поэтому может быть нормальное распределение производства. То, что не производится у нас, мы можем взять в Средней Азии. То, что производится у нас, надо производить у нас. Эта ситуация, она многим дала понять, насколько мы окружены друзьями. Ведь, смотрите, когда я в 2000 году стал говорить о продавательной безопасности, на меня смотрели как на идиот. Вот реально. Это было Минэкономразвитие. Все говорили, что я живу старыми категориями, у меня еще коммунистические замашки и так далее. Когда, кстати, я говорил о возрождении Госплана необходимости, мы сейчас, видите, его возрождаем же. Тоже на меня смотрели как-то. Когда на межотрасливых балансах, то, что мы забыли, и то, что мы делали, а потом весь мир у нас перенял. Межотрасливое планирование сейчас во всем мире принято. Мы вообще про это сейчас с вами даже, вы, наверное, многие не понимаете, о чем я говорю, да? Так вот, эта ситуация наконец-таки нам помогла посмотреть, увидеть реальную ситуацию, где друзья, где враги. И, конечно, если закончатся санкции, то я уверен, что уже мы совершенно по-другому будем говорить об открытости рынков, о понимании, что мы должны уступить, а что мы должны получить взамен на тех, кому мы даем возможность зайти на свой рынок. Например, вот опять же, сейчас по молоку меня часто спрашивают. Например, Турция может нам поставить молоко, причем нам очень удобно. В период большого молока у Турции сезон, туристический сезон. То есть у них летом молока для себя не хватает. А вот начиная с октября по май у них как раз перезбыток. Как раз, когда нам молоко им нужно. То есть получается, что мы друг другу помогаем реализовать молоко и в то же время не мешая нашим производителям. То же самое, если взять Южную Америку. У нас зима, у них лето. Соответственно, тоже периоды у нас не пересекаются. Это тоже надо использовать. А мясо птицы-то нам нужно из Турции? Мясо птицы совершенно нормальное, у них нормальные технологии, корма хорошие. Они не используют тех технологий, которые используют американские фермеры. Поэтому это хорошее мясо. Знаете, почему у нас его не было? Рынок был, в принципе, открыт, но у них не было квот, они должны были везти на рыночных условиях. За счет дешевого импортного мяса птицы из Европы, из Америки, они не проходили по цене. Только поэтому. А сейчас они, естественно, смогут сюда заходить, потому что... Но при этом, смотрите, вот у нас был дешевый импорт мяса птицы, но нам, для нас, для потребителя, это мясо было в одинаковой цене с российским, потому что всю мажузу забирали себе импортеры и торговые сети. То есть мы с вами никакой пользы от этого дешевого импорта из Европы и Америки, мы с вами, ну, потребителя имеется, не имел. То же самое, например, взять с овощами. Смотрите, вот как получается. Вот это реальная рыночная ситуация. Сейчас за последние два дня рынок овощей и фруктов в Европе рухнул. То есть цена у основных производителей пошла резко вниз. И Турции теперь невыгодно продавать свои фрукты и овощи в Европу. Просто не то, что невыгодно, они не проходят никак. И теперь они логично, могут вести к нам. То есть не то, что мы их просим или заставляем, да, а это сама экономика, это самое лучшее, когда есть такое экономическое стимулирование. По балансам поставок и что у нас с вами сейчас закроется и что мы заместим. Во-первых, я не считаю, что надо так резко замещать импорт. Надо максимально заместить собственным производством. И мы это имеем возможность, особенно в период сбора урожая, то есть до Нового года. Вот да, там январь, февраль, март нам надо будет искать замещение, потому что у нас, к сожалению, опять же нет большого объема хранения продукции. А по производству мы, в общем-то, производим. Потом по балансу. Ну, мы знаем, что по мясу птицы практически мы полностью себя обеспечиваем. Там 10%, который у нас импорт, это в основном переработчикам. Переработчики покупали дешевую американское мясо, потому что, как бы, оно дешевое, да, хоть оно и достаточно спорное по качеству, но в колбасе его не увидишь. Я в свое время пытался добиться, чтобы на этикетках писали страну производителя мясо-сырья, но у меня так и не получилось. Все были против меня. Хотя, может быть, сейчас к этому придем, потому что, если вы были в Европе, вы, наверное, видели, в меню ресторане открываешь и написано «Стейк Австралия», «Стейк США», «Стейк местный» и так далее. То есть, там всегда написан производитель мясной продукции. Это не случайно. К сожалению, пока нам это не удалось, но я надеюсь, что, опять же, это одна из инициатив, мы все-таки это проведем. Хотя сейчас сложнее, если раньше технический регламент маркировки продовольственных товаров был прерогативой Российской Федерации, сейчас это перешло к комиссии таможенного союза. Решаться гораздо стало все сложнее. Но, тем не менее, я думаю, договоримся. Теперь по свинине. У нас достаточно тоже неплохая ситуация, но ту же свинину можно, тут китайский вопрос был от Китая, они вполне могут заместить, я думаю, весь объем. Только они, они. Хотя есть и другие страны, есть и Южная Америка, которые тоже готовы нам поставлять свинину. По говядине у нас больше, скажем так, импорт. Но, опять же, Южная Америка готова полностью закрыть. Но я в то же время считаю, вы знаете, есть компания «Крупнейший Мираторг», которая уже три года назад начала крупнейший в стране мясной проект. И не только они. Поэтому я думаю, что, конечно, не надо делать, чтобы был дефицит, но в то же время надо помогать сейчас собственному производству. хотя, хотя, может, меня многие посчитают, я, в общем, сторонник, чтобы говядина была дорогой. Понимаете, все-таки говядина, я считаю, это деликатесный продукт, то есть это не продукт постоянного использования. В принципе, так всегда и было, и в мире так есть. Поэтому надо делать дешевую птицу, что мы делаем, дешевую свинину, а говядина пусть будет в рынке. То есть ей не особенно надо помогать. То есть основные деньги, субсидии, я считаю, надо на дешевый белок потратить, если у нас нет достаточных ресурсов, чтобы поддерживать все. Меня многие не поддерживают, но все-таки я считаю, что основное – это дешевый белок. А рыба? Теперь по рыбе. Вот по рыбе я могу сказать, что мы, опять же, как вот и с фруктами и овощами нас с торговой сети довели до такой ситуации, ну, вместе с рядом государственных чиновников, которым помогли им. А то с рыбой во многом виноваты сами рыбаки. Значит, Дальний Восток – 90% дорогой и качественной рыбы – крабов, креветок, уходящий из офшора. Вопрос – почему? Почему никто об этом не говорит? Россельхознадзор об этом стал говорить четыре года назад. Его никто не поддержал. Только в этом году счетная палата вдруг это увидела. Но, опять же, без последствий. Поэтому рыбаки наши успешно занимаются выводом качественной, хорошей продукции, которую мы, кстати, потом покупаем, как и портную, за рубеж. Послушайте дальше меня. Значит, 90% – это офшоры. У нас на Дальнем Востоке только вот несколько компаний, но крупнейшее – это Русское море, которые не используют офшорных. Единственное, чтобы вы понимали. Единственное. Ну, из крупных. Теперь в отношении единого ветеринарного свидетельства. Значит, почему нельзя это никак сейчас администрировать, скажем так, и контролировать? Потому что у нас есть отдельная база Россельхознадзора и отдельная база Росруболовства. Плюс у нас есть отдельная база местных ветеринаров. Поэтому понять, сколько реально выловил тот или иной, там, рыбсовхоз или какая-то компания рыбная, невозможно. Потому что экспорт из России контролирует один, ввоз на территорию в порт контролирует другой, а общую картину по стране замеряет Россельхознадзор. Россельхознадзор давно просит ввести единое свидетельство ветеринарное. Для того, чтобы все базы свести в одну систему. И тогда будет очень легко понять, кто сколько выловил, кто куда отправил и откуда эта рыба. Как вы думаете, почему ему не удается? Уже пять лет Россельхознадзор пытается это сделать. Очень просто. Любой из вас журналист может понять, кто сколько выловил, и даже увидев в магазине ту или иную рыбку, считав штрих-код, вы сможете понять, когда она была выгнена, как она прошла и как она пришла на этот прилавок. И почему-то все бьются против этого ветеринарного свидетельства. Вот так оно всем мешает. Хотя оно, кстати, не введено до конца. Оно только существует, эта база существует только у Россельхознадзора. Но то, как у него не вся система контроля и учета, то она, естественно, не полная. Поэтому, наоборот, и Совет Федерации, и Государственного, мы уже два года пытаемся совместно с Россельхознадзором ввести единое ветеринарное свидетельство. Для того, чтобы контролировать весь поток. И не только рыбы, но и мясо в том числе. У нас же и мясо тоже непонятно откуда приходит. Вот вы сейчас пойдете в магазин, возьмете мясо, не сможете проследить всю цепочку. Потому что у нас контролирует ввоз мяса пограничнее, то есть тоже рыбы пограничники, таможенники, местные ветеринары, Россельхознадзор. У всех своя база. Это, как знаете, в свое время, вот я удивлялся, никак не могли поймать ворованные машины, краденые. Почему-то у всех областей были разные базы. Ну, логично было взять единую базу по ГАИ сделать, и тогда любую машину можно было бы найти. Но на это ушло там чуть ли не 15 лет. Чтобы все-таки единую базу ввести. Опять же, почему? Да потому что коррупционные схемы. И сейчас у нас в Рыбе в основном коррупционные схемы. Или у нас есть компания, например, на Дальнем Востоке, которые не используют офшорные схемы, но все 100% продаются в Китай. А потом вдруг выясняется, что эти компании китайские являются их же компаниями. Поэтому у наших рыбаков, у большинства рыльца в пушку. И им надо все-таки начать работать честно и поставлять качественную продукцию. Не за рубеж или экспортировать ее через другие страны в ту же Россию, а напрямую на наши прилавки. Тогда все будет хорошо. У нас рыба будет, и у нас ее есть. Достаточно себя обеспечить. Вот вы ни слова не сказали о ценах на эту продукцию, а предстоят большие капитальные затраты. Организация 200 этих оптовых центров и в Таджикистане, и в России. Потери сетей совершенно явные, торговых сетей будут из-за скоропортищихся продуктов. Не хотите ли вы стимулировать как сенатор? Есть ведь частная марка у сетей переработки. Под собственной маркой продаются товары. Вот это вы не хотите стимулировать? Извините, я из какого вы издаю? Мол. Какой? Журнал Мол. Мол? Ритейл крупный. Ритейл. А, ну понятно. Ваша понятность. Значит, я вам могу сказать, что я не хочу помогать торговым сетям в России. Потому что так хорошо, как живут эти торговые сети, они живут нигде в мире. Ну, нигде. Они нас рассматривают как банановую республику. Больше того, я могу сказать, у меня был очень достойный, когда я делал оппонент, Лев Аронович Хасис. Он тогда возглавлял ассоциацию торговых сетей. Я считаю, это был сильный, мощный, профессиональный противник. Но очень корректный. Мы как бы бились, не нарушая, не выходя из принятых, скажем так, деловых и административных границ. Вы знаете, он сейчас работает в Сберманке. Мы с ним встретились несколько месяцев назад. Ну и как-то разговор зашел о законе. Я говорю, ну и как? Он говорит, ты знаешь, я понял, что в мире существует две части. Вот это, где торговые сети ведут как отят, а вот это, где все ограничивают. Так вот, здесь находятся торговые сети Америки и Европы. Вот здесь, где все ограничивают. А мы, говорит, находимся вот здесь. Это первое. Второе. Я еще раз, значит, всегда надо разделять бизнесы. Потому что торговые сети должны торговать. Подготовку, у них должны быть распредоцентры, вопросов нет. Но обработку, переработку и подготовку товарной партии должны существовать посредники, переработчики. Мы должны давать развиваться всем бизнесам. Иначе мы попадаем под диктат торговых сетей, как мы и попали сейчас под этот диктат. Когда они стали импортерами, они физически и финансово не заинтересованы в проникновении в эту линейку российских производителей. Она им просто не нужна. Кстати, в такую ситуацию попала Словакия. И поэтому они первые в Европе тоже приняли закон о регулировании торговой деятельности. Страна небольшая. Довести из других стран соседних вопросов нет. Любую продукцию. И Словакия, которая всегда славилась своим продовольствием, вдруг увидела, что в крупных международных торговых сетях нет их продовольствия. Вообще на территории Словакии. Просто не стало. Но они спохватились вовремя. Они ввели жесткий закон. Который понудил торговые сети использовать продукцию местных производителей. Поэтому, когда я говорю про 200 этих центров, поверьте, государство не даст ни копейки. И не дает. Государство хотя бы должно помочь различными, даже не налоговыми, а административно-организационными моментами создания таких распределительных торговых центров. Например, на сегодняшний день при создании таких центров встает вопрос налога. Так как это не свой производитель налогов на землю, то это промышленные предприятия. Если переводить, а так как это плоскостные строения, то есть одноэтажные, они должны быть очень далеко от друга разнесены, площадь использования здания и участка очень маленькая, процентное использование. То, соответственно, очень большие территории. То есть средний такой центр это 100 гектар. У крупного мегаполиса 200-300. Соответственно, земельный налог на землю промышленного такого центра становится очень большим. Почему в Европе? Там такая же ситуация. Но так как в Европе эти центры приравнены к сельхозпроизводителям, они платят налог за сельхозземлю. А если вот сейчас мы не поможем в таком, вот в этих аспектах создания таких центров, они просто у нас не появятся. Их просто не будет. И мы с вами просто даже обсуждать ничего не будем, потому что у нашего правительства не будет возможности вести такой эмбарго, потому что мы вообще все уничтожим. И особенно это касается плодовощной группы, потому что такие центры прежде всего нужны для плодовощной группы. Хотя и для мясной группы, и для рыбной, потому что в таких центрах должно быть все. У меня два вопроса. Первый касается цен. То есть, возможно, что-то станет дешевле, возможно, что-то станет дороже. Вот могли бы сориентировать, будет ли человек приходить, как-то ощущать на себе именно повышение или понижение цен? Сразу второй или вы ответите? Давайте сразу. А второе касается законопроекта. Вы обмолвились, что торговые сети лишатся права самостоятельно заниматься закупками. Я хочу поподробнее. То есть, кто и как это будет решать? Уже есть какой-то план, предположим, 90% продуктов отечественных, 10%, 5% Турция, 5% Таджикистана? Да, я понял ваш вопрос. Спасибо. Вы мне такой вопрос задаете. Я тогда, может, все-таки переоденусь. Может быть, халат немножко вводит. Я же не оракул, который может предсказывать будущее так точно. Я хочу сказать, что цены, естественно, могут на что-то вырасти, на что упасть. Но основным фактором роста или снижения цены будут спекуляции. Вот смотрите, в ряде магазинов сейчас в торговых сетях закрыты холодильные камеры. Ну, охлажденные прилавки. Вроде бы по отчетности у них не так много импорта. А почему вдруг закрылись 100%? Ну, видел, видел. Есть такой, подождите. А потому что, оказывается, под видом российских товаров сети поставляли импорт. Такое было. А для отчетности давали, что это российское производство. Плюс это контрабанда, меньше налогов и так далее. То есть у нас в основном вот та катастрофическая ситуация в торговых сетях, не в стране, а в торговых сетях с продовольствием из-за того, что они использовали серые и контрабандные схемы. Или недобросовестных поставщиков. Или, может быть, сами создавали недобросовестных поставщиков. Потом я не говорил, что мы торговые сети лишим возможности закупать. Они должны закупать. Это их профессия – закупать и продавать. Но они не должны быть крупнейшими импортерами. Это разные вещи. А в отношении цен, мы сравнили цены оптовые в Таджикистане, например, и у нас в магазинах, и на рынках. Сравнили цену логистики. Если обеспечить нормальную сохранность, небольшую потерю при транспортировке, то, получается, цена вот этого винограда будет процентов на 20-30 ниже, при этом, что зарабатывать будут продавцы, чем сейчас мы имеем с вами на прилавках этот толстокожий виноград из Европы. То же самое ко всем плодовочной продукции, ко всей. То есть, если не будет вот такого использования спекулянтами ситуации для объяснения роста цен, и если они будут довольствоваться нормальной нормой прибыли, которую сейчас они имеют, то цена будет даже ниже, если мы будем поставлять в это продовольствие. Она требует немножко больших административно-организационных работ. Да, они не смогут все время в Каннах жить и плавать на яхте, и оттуда управлять бизнесом. Да, придется немножко поработать. Но в результате цена будет ниже, мы увидим более качественное продовольствие, и самое главное, мы будем поддерживать наших друзей, на которых мы можем опереться. Извините, Таджикистан подписал с нами на 50 лет базирование нашей 201-й дивизии в очень важном для нас регионе и очень опасном для нас регионе. Американцы заявили, что они уйдут из Афганистана, но оставят там, по-моему, 7 или 8 баз. А у нас одна база в Средней Азии только. Я понимаю, как россиянин, почему мы должны поддерживать Таджикистан, но я не понимаю, почему мы должны поддерживать вот там, где мы покупали продовольствие спорного качества. Это как гражданин, а уж не говоря о том, как президент. Это надо тоже учитывать, что мы не просто получаем качественный, более дешевый товар, но мы еще поддерживаем те страны, которые будут нас поддерживать, в том числе и в сложной ситуации. И на международной, и в политической ситуации будут нас поддерживать. И хотят нас поддерживать. Это мы от них отвернулись в свое время. Пожалуйста, еще вопрос. Первый ряд. У нас осталось всего 5 минут. Пожалуйста, очень коротко вопрос. Владимир Расулов, радиостанция Коммерсант-ФМ. Вопрос тоже очень короткий. Вы говорили, что вот у нас есть, значит, замещение такое, такое, такое. А что Россия все-таки в продовольственном плане теряет после введения вот этих санкций против, ответных санкций против Запада? Вы знаете, вот что теряет, я не знаю. Что приобретает, могу долго рассказывать, не хватит и часа. Неужели нет никаких минусов от того, что мы ввели вот такие вот продовольственные санкции? Минусов нет никаких. Даже в краткосрочной перспективе нет минусов. А в стратегическом плане и в средней перспективе это одни плюсы. Вы знаете, я когда разговаривал по зерну, вы знаете, крупнейший производитель Cargill, да, во всем мире, зерновой трейдер. И мы как-то с ним обсуждали, ну, политику цен, цен, образование. И вице-президент мне говорит, Сергей, понимаешь, вам очень трудно с нами тягаться, потому что мы можем терпеть убыток в вашей стране 10, 15, ну, даже 20 лет. Потому что мы планы выстраиваем на 25, на 50 лет. Выиграет всегда тот, кто играет в долгу. Это и в политике, и в финансовых, и на биржевой площадке, везде. Как только мы начинаем играть с вами в короткими категориями, то полгода, год проживем, мы всегда проиграем. Ну, минимум 5 лет, минимум это просто, как бы, для начала. Но вообще мы должны выстраивать свою политику 15-20 лет. А то, именно в сельском хозяйстве, это вообще должны быть 25-летние, 50-летние планы. Ну, смотрите, вот я был в Таджикистане, видел там прекрасные системы орошения и огромные водохранилища, там, крупнейшие водохранилища Сайдийской области, 70 километров в длину, там, и по 5-10 километров в ширину, да, в Советском Союзе было построено. Ну, кто сейчас может такое построить? А благодаря этой плотине они имеют орошение своих областей и могут стать сейчас крупнейшими поставщиками и производителями продовольствия для нас. Только благодаря этому. Ну, конечно, не только, благодаря своему труду, благодаря своей. Но без этого они бы это не смогли сделать. А кто бы, вот, представляете, в Советском Союзе о чем думали? Сейчас среднее водохранилище, я считал, оно начинает выходить на такую окупаемость 30 лет. Среднее, не такое огромное, как они, 30 лет. Вот кто сейчас сможет планировать свою деятельность в России, да? К сожалению, такие крупные транснациональные корпорации, американские продовольствия, они могут. Поэтому и нам надо все-таки думать о будущем, которое очень четко будет сказываться на нашем настоящем. Пожалуйста, еще вопрос. Ну, давайте, ваш вопрос будет последним. Очень коротко. Денис Крикин, телекомпания «Невский экспресс». Вы уже частично затрагивали ответ на этот вопрос, но все же, с точки зрения сельхозпроизводителей, вот сейчас они закупят новую технику, наймут людей, а через год они вновь окажутся в жестких условиях, когда санкции закончатся. Что будет через год? Вы знаете, такая опасность есть, но, опять же, я уже сказал, что я уверен, что больше руководство страны не позволит так свободно распоряжаться нашим рынком. И такой стресс, он, мне кажется, отрезляюще подействовал на всех. Конечно, у нас были ошибки, конечно, была иллюзия, что холодная война закончилась, и теперь все мы братья, и будет такой всемирный мир. Ничего такого не будет, ведь все нации, все страны борются за собственное сживание, за собственные интересы, и мы видим, что развал Советского Союза только ужесточил эту ситуацию. Америка хочет стать таким мировым гегемоном, а монополия всегда плоха, даже Америка это признает, а мы практически имеем политическую монополию. Поэтому я уверен, что даже если эти санкции, ну и они, естественно, имеют какой-то период, будут прекращены, но уже такого безудержного отдачи нашего сельскохозяйственного рынка уже не произойдет.